Друзья, всем привет! Этим видеоподкастом я возобновляю видео, которое я записывал в рамках проекта Корректура. Проект Корректура никогда не останавливается, но иногда он просто возобновляется в видео. Итак, ну не буду долго рассказывать и объяснять, почему произошло так, но так оказалось, что я довольно долго не бегал. Прямо реально долго. Ну что там греха таить? Больше полугода точно, а может даже больше. И вот сегодня у меня первый день, когда я возобновляю беговые тренировки свои. Когда-то я об этом уже записывал в видео, но повторюсь сейчас, рассказав один очень важный момент. Как я считаю, нужно возобновлять. Дело в том, что вы, конечно, могли не бегать, крутить эллипсоид или велосипед, иметь хорошее и неплохо, ну, сохраненное кардио. И, в принципе, да, хорошие мышцы. И вроде вам как бы достаточно. А это для того, чтобы начать сразу бегать. Сразу бегать по пятерке или даже по десятке. Ну, и не бегали на беговой дорожке, не бегали бы на улице. Катались только на лыжах. Ну, в общем, особенности. Бег имеет особенности. В беге всегда есть ударная нагрузка на суставы, на голеностопный сустав, в большой степени на коленный и на тазобедренный. Именно ударная. Некая апплиметрическая нагрузка. Причем совершенно не важно, как вы бегаете. Через пятку или через носок. Также есть нагрузка ударная на позвоночник, который играет амортизирующую, ресторную, демпферную функцию. И вот если вы не бегали и решили бегать, то вы сразу же нагрузите прежде всего не мышцы и не вашу сердечно-сосудистую систему, а те суставы, которые к этой нагрузке уже не готовы. Они могут оказаться не готовы ни связки, ни сухожилия, ни суставы. В итоге, да, и, кстати, есть еще некая раскоординация, она все-таки происходит. Внутримышечная прежде всего, не межмышечная. То есть вы нормально побежите. Если технически это будет верно смотреться, хорошо все там, все чики-пики. Не как-то кутся, как человек, который никогда не бегал. Но внутримышечная координация сразу даст себя сам знать. Вот я в конце своей тренировки своей немножко пробежался, а я расскажу, что я не бегал, я пешком ходил. И сразу же почувствовал, как у меня чуть не подсвело бицепс бедра. А казалось бы, что такого? Вообще ничего, бежал все спокойно, нормально, технично. Все как положено. А вот оказалось на те. Так вот, я хочу сказать, что если вы хотите возобновить беговые тренировки, а если вы никогда не занимались бегом, решили только начать, начинать надо не с бега, а с ходьбы. Надо походить недельку, увеличивая темп. Может быть, в конце тренировки немножко трусой пробежаться. Для чего? Для того, чтобы подготовить к методичной системной беговой нагрузке с хорошей именно палеометрикой на самосухожилии и связке свое тело. А также подготовить ваши суставы к нагрузкам. Потому что, когда вы будете давать ударную нагрузку на суставы, то кончится это... Ну, не кончится, это, вернее, очень поспособствуется тому, чтобы в суставах стало вырабатываться больше синавиальной жидкости. Потому что, во-первых, амплитуда движения будет больше, это раз. А второй момент, вот из-за постоянной амортизации этой, ваш организм просто прочитает, что ему нужно защищать суставные поверхности лучше. И суставная жидкость будет выделяться в том количестве, которое необходимо именно для беговой нагрузки. Это очень важный момент. Ну и что еще? Да, разминка-заминка. Понимаете? Обязательно перед ходьбой даже, уж тем более перед бегом, нужно хорошо разминать голеностопные суставы, коленные и тазобедренные. Разминка заключается не в похожих действиях, которые вы будете делать на тренировке, а в круговых, больших амплитудных движениях, чтобы вся суставная поверхность как бы прорабатывалась, чтобы все суставные поверхности соприкасались максимально большим количеством площади своей поверхности. Это тоже способствует выработке необходимого количества внутри суставной жидкости. Ну, на этом я данное видео закончу. А теперь мы увидимся почаще. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok